Терминатор Т-800 модель 1.0.1 появлялся почти в каждом фильме о киборгах из будущего и раз за разом он был уничтожен разными способами. В этом видео мы порассуждаем на тему того, что будет, если Терминатор на самом деле окажется в реальном мире и о том, получится ли остановить его современными технологиями. На связи канал Ammunition Time и мы начинаем. Для начала вспомним еще раз, из чего состоит Терминатор и есть ли у него какие-то слабости. Конкретно модель Т-800 имеет в своей основе каркас из титанового сплава, имитирующий скелет человека. Для гражданского стрелкового оружия такой эндоскелет почти неуязвим. В голове робота установлен центральный процессор, он же чип, ликвидация которого означает нейтрализацию робота. В грудной части корпуса расположены ядерные энергоячейки. В третьей части фильма их дестабилизация приводила к масштабному взрыву. Но в третьем фильме «Справедливости ради» серия Терминатора была не 800-я, а 850-я, поэтому неясно, актуальна ли проблема для 800-й серии. По-хорошему, такой уязвимый топливный элемент опасен даже для союзных сил. Так что, возможно, такие блоки сделали специально для одного Терминатора-телохранителя, отправленного в прошлое, чтобы он повысил свои шансы на выполнение миссии по защите Джона Коннора. Скажем, путем самоуничтожения вместе с Терминатором-киллером, что в итоге и случилось в конце фильма. Однако, кроме чипа и топливного элемента, Терминатор в целом не имеет критических компонентов системы. По идее, его окуляры должны быть очень уязвимыми, но в фильмах они ломались лишь в те моменты, когда от Терминатора уже почти ничего не оставалось, так что, видимо, это все-таки очень прочные детали. Со своими Терминаторами Скайнет не успел добраться разве только до других планет, зато это успел сделать Warface, ведь в игру вернулись легендарные ПВЕ-операции «Белая акула» и «Марс». Но гораздо круче тот факт, что на Марсе вы сможете воевать с крутейшими пушками, ибо до конца сентября происходит небывалая раздача оружия высокого ранга и крутых внешностей персонажей на все классы за игровые активности. Представь, как круто поставить хедшот из суперстильного пистолета Зиг Сауэр, который тоже можно получить. Помимо этого, в Warface стартовало крупнейшее обновление за последние годы вместе с сезоном «Грозовые вершины». Это начало глобальных изменений, преобразующих устройства основных игровых механик. Также в игру добавили совершенно новую, тактически продуманную ПВП-карту «Купол» для командных боев, где вы сможете опробовать оружейные серии «Энергия» и «Напряжение», доступные в боевом пропуске. Ну а серия «Молния» станет вашей за участие в ПВЕ-сражениях и «Живая сталь» за прогресс в рейтинговой игре. К тому же, как я уже сказал, в Warface вас ждет просто нереально мощная раздача ценного оружия в начале сезона. Четыре набора оружия и внешностей, шанс получить крутой пистолет или камуфляж, а еще бустер для скоростной прокачки аккаунта и многое другое. Поэтому скорее переходи по ссылке в описании, скачивай игру и используй лучшее предложение за всю историю Warface. Ну а мы возвращаемся к теме видео. Итак, как же убить Терминатора в реальности? Давайте разбираться. В фильмах Т-800 был чувствителен к избыточному давлению, высоким температурам и очень крупнокалиберному оружию. Логично, что все описанные способы рабочие, но не все применялись именно против Т-800. Скажем, резкое охлаждение жидким азотом, которое повредило механизмы работы Т-1000, оказало бы при определенных условиях такой же эффект и на Т-800, с той лишь разницей, что 800 и уже не восстановится. Важно учесть, что в реальности просто разлить на Терминатора азот недостаточно. Робота нужно именно поместить в емкость с жидким азотом и заставить там задержаться на какое-то время, иначе при нормальной температуре и давлении азот мгновенно испарится. А вот что насчет серной кислоты, то она уже ничего Терминатору не сделает, ибо Титан к ней устойчив. Во всяком случае, не сделает так, как в фильме. В теории можно просто набрать большую кислотную ванну, нагреть ее и засунуть туда Терминатора, но чтобы результат воздействия кислоты на Титан стал хотя бы немного внешне заметен, понадобится не меньше пяти часов. При этом надо понимать, что 200-килограммовый робот не будет просто ждать, пока его тело испарится в кислоте. Он будет сопротивляться, и очень серьезно. В Терминаторе Генезис Т-1000 убили кислотным душем, а Т-800 участвовал в его ликвидации тем, что удерживал своей рукой жидкого киборга в зоне поражения кислоты. Да, кислота прожигала мягкие ткани, но эндоскелет она не повредила бы. Кстати, в этой сцене видно, как Сара Коннор брызгала на руку Т-800 нейтрализатор кислоты, но ему он все равно не пригодился бы. Можно допустить, что электронные компоненты и провода Терминатора будут уничтожены кислотой через щели, но учитывая, что он спокойно ходит под водой, напрашивается вывод, что его электроника надежна и герметично запечатана. Так что даже при желании, 800-ку не выйдет растворить в кислотном душе. Однако воздействовать на электронику можно иначе. Нам даже не обязательно уничтожать для этого корпус. Достаточно иметь промышленный магнит и воздействовать им на Терминатора. Поскольку сам Титан не магнитится, его не удастся поймать магнитным полем в ловушку, но зато от сильного магнитного поля накроется вся его электроника изнутри. Еще один способ – замкнуть на нем электричество, чтобы прожечь электронику. Я не помню ни в одном Терминаторе, чтобы кто-то стукнул его высоковольтными проводами. Этот способ не самый безопасный, но зато рабочий. Теперь обсудим более приземленные варианты. Например, выкинуть Т-800 из самолета на высоте нескольких километров. Тут, конечно, ему однозначно хана. Гравитация уничтожит нашего Терминатора. Даже если чип и энергоячейки чудом уцелеют, во что я, конечно, не верю, то сам корпус деформируется до состояния нерабочей рухляди. Правда, этот способ усложняется тем, что, во-первых, нам нужен пилот самолета, который поднимать будет воздушное судно вверх. Во-вторых, сам самолет, в котором каким-то образом должен оказаться сам Терминатор, который будет убивать пилота так долго, что позволит ему высоко поднять воздушное судно, и при этом каким-то образом выпадет из самолета вниз на высоте нескольких километров. Короче, эта смерть, конечно, возможная, но она для Терминатора-дегенерата. Такая же дегенеративная смерть от морского давления. Гипотетически, восьмисотку может раздавить большое водяное давление. Но, во-первых, это сильно зависит от формы изделия и материала, из которого оно изготовлено. А во-вторых, чтобы добраться, скажем, до Марианской впадины, в Тихом океане нужно много времени до нее плыть. Только тупой Терминатор за это время не убьет всех людей на корабле. Ну или что в одном, что в другом случае Терминатора можно обезвредить сначала, а уже потом доставить на нужную высоту и на нужную дистанцию, чтобы достичь точки, где есть необходимая глубина. Правда, здесь встает вопрос о том, а если вы его смогли обезвредить, то зачем его уничтожать? Это же кладезь технологий, которые можно изучать. Поэтому гораздо ценнее он был бы в живом состоянии. Ну это, конечно, если смотреть с точки зрения власть имущих. Итак, мы обсудили, пожалуй, все способы ликвидации Терминатора без участия оружия. А теперь поговорим об эффективных средствах поражения Терминатора. Как можно догадаться, гражданское современное оружие не способно нанести эндоскелету Т-800 серьезный урон. Поэтому все, что можно купить как минимум в американском магазине, нам не подходит. Не говоря уже про русские, где с выбором гражданского оружия все куда скромнее, чем за океаном. Поэтому стрелковое оружие, способное пробить Терминатора, может быть только военным. Подходящие варианты я просто перечислять устану. Как минимум любая бронебойная винтовка наподобие Барретт 50-го калибра из Терминатора Генезис или тяжелый пулемет. Скажем, в фильме «Терминатор да придет спаситель» Джон Коннор расстрелял Т-600, который по своему эндоскелету от Т-800 почти ничем не отличается, из обычного стационарного пулемета на борту вертолета. Что за модель оружия использовалась именно в фильме, я затрудняюсь ответить, но в реальности с этим смог бы справиться, скажем, пулемет-печенек с винтовочным патроном калибра 7.62. Как минимум такая очередь повредит суставы робота, ну а бронебойные боеприпасы и вовсе достанут до его внутренностей. Сложность здесь в том, что армейские пушки сложно применять против инфильтраторов, а цель инфильтраторов как раз не палить свою техногенную природу и выглядеть как люди, чтобы на них не концентрировали весь военный потенциал силовые структуры того времени, где они пребывают. Иначе, помимо военного армейского стрелкового оружия, терминатора можно уничтожить каким угодно другим. Ракетами, БПЛА и прочей бесчисленной номенклатурой военного вооружения. А вот с гражданскими возможностями, без всей этой классной движухи, дела по ликвидации Т-800 ощутимо усложняются. Однако есть еще один способ, который может сработать. По фильму мы до конца не знаем, есть ли у Т-800 какие-то другие сенсорные анализаторы, кроме его окуляров. Поэтому в теории, если закрыть ему обзор сгустком расплавленного металла, или плотной струей из огнемета, или путем выжигания окуляров термитом, робот перестанет видеть окружающий мир. А уже затем ослепленного Т-800 можно поймать цепями, засунуть в тиски и распилить болгаркой на металлолом, как это сделали бандиты с рыбокопом в одном из фильмов. Но на практике все будет не так. Даже если временно вывести из строя окуляры Терминатора, я на 100% уверен, что в его памяти сохранится последняя картинка, на основе которой он создаст 3D-модель окружающего пространства. Он же машина. Ему это будет несложно. Дальше он будет ориентироваться по звуку и не позволит заманить себя в ловушку, разве что в этот момент пол под ним не раскроется, и он не упадет в помещение, о котором у него уже не будет последней визуальной информации. Тогда ему нужно будет включить сонар, чтобы отсканировать местность эхолокационным прибором и начать ориентироваться в пространстве по звуку. Вот только мы не знаем, есть ли у Т-800 сонар. Такие дела. Пишите, что вы думаете в комментариях под видео об этом, предлагайте идеи, а еще, как обычно, напоминаю, что на Бусте проводится выбор темы нашими спонсорами. Поэтому, если хотите поддержать наш канал не только просмотром и лайком, но и копеечкой, будем рады вас там видеть. На связи был канал Ammunition Time. Всем удачи, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok